добрый вечер дорогие друзья сегодня у нас будет очень интересная беседа с павлом зарифулиным который называется новые смыслы для новой эпохи человечество вступает в новую эпоху и в этой новой эпохе нам всем предстоит наверно жить по новому какое будет это новое время чем он отличается от времени старого об этом мы с павлом обсудим сейчас секундочку павел появится привет алан приветствую всех наших друзей да как мы уже лихо освоили этот фейсбук наловчились до павел тема уже озвучена в принципе да что новая наступает и новые смыслы ты написал статью большую все желающие статью потом увидите в комментариях под видео выложу везде на всех но где будет видео выложено там же будет ссылка на статью выложена статья очень такая глубокая я уже честно говоря два раза перечитал до того рода текста который так со старта понимается но при этом у меня какое-то базовое хотя бы гуманитарное образование есть а вот людям у которых этого гуманитарного образования нет наверно мне кажется будет немного сложно вообще знаешь меня вот часто обвиняют мои вот земляки потому что мы говорим какие-то сложные вещи хотя мне кажется таким таким простым языком стараемся объясняться вот сможешь ты вот что ты имеешь ввиду под новая эпоха почему она новая что вообще происходит да и там чем он отличается от старой о чем вообще идет речь ну давай давай начнем тогда с того чего люди люди заинтриговали сегодня о смене космических циклов потому что это одно дело мы говорим какие-то идеологи приходят разговаривают какие-то несут какие-то вещи странные пока странно произносимые а вот с другой точки зрения всем всем же ясно и что происходит космическая смена век и люди к этому очень любят наши подключаться вот поучаствовать в обсуждении миллениума грабанется или не грабанется почему путин пришел на миллениум это же вокруг этого целая история была большая очень интересно потом я помню в 2012 году было просто какое-то светопредставление связаны с новым годом майя народ майя имел очень развитую астрономию очень развитую систему которая к ним попала еще со времен таинственных альмеков которые еще тысячи году году до нашей эры умудрялись в америке в мексике строить акведуки водопроводы то есть это ну как в древнем египте была сопоставимой цивилизации пирамиды строили потом исчезли а вот календарь свой они мои передали но какая-то преемственность осталась ну так вот собственно говоря 21 декабря 2012 года как есть помню вот мы этот конец света очень активно обсуждали к нему готовились готовились не только мы а вся страна по моему готовилась я тогда время новостях там тогда был тогда там лекторию про конец света по календарю мая они на таком фундаментальном уровне понимать что что-то что происходит надо быть красивыми надо быть готовыми и была такая концептуальная акция мы петербурге и проводили с александром сикадским по празднованию как раз конца света по календарю мая 13 13 бактун устал мы так ее назвали и мы должны были читать какие-то тексты манифесты всю ночь напролет пока вот не произойдет смена веха и что ты думаешь мы только туда пришли там еще был писатель носов писатель курсанов и многие другие хорошие люди творческие во всем квартале выключили свет нахрен просто погасом и не просто в квартире где где там или там клубе погас во всем квартале мы тут же купили в закрывающемся цветочном магазине все свечи расставили их и начали вот шептать вот эти такие заклинания настоящие есть великолепные фотографии там просто как будто сердца у нас внутри горят вот такие мексиканские и действительно когда было 0 0 0 6 свет загорелся во всем петербурге причем сразу то есть но мы конец света пережили можно так сказать вот вот тот большой процессионный который календарь мая связывал с 25 тысячелетним циклом вот они посчитали что два за 25 тысяч лет солнце делает полный оборот так называемой прецессии она проходит по всем календарным знакам и целый вот такая целая эпоха ушла и пришла какая-то новая небывалая это нас предупреждали мая не все в это поверили но события стали как горох просто сыпаться и время которое обычно линейное бывает оно стало временем минковского то есть временем событийным события стали как бы привязывать это время увеличиваться там крым произошел и и дальше дальше все просто голубом а уж этот год это настолько событийный год это просто год годов второй аспект который давно обсуждается эта смена такие такой эпохи связанной того есть движение нью-эйдж которые вот ожидают что эра водолея эра рыб сменится на эру водолея то есть это малые циклы вот если сравнивать их с циклами мая это такие малые циклы по две с половиной тире ну две с половиной тысячи лет до условно говоря и они связаны в нашем календаре если там майя считали по зимнему состоянию точку прецессии то в европейской как бы тематике это все же по весеннему равноденствию у нас вот наврус был традиционный праздник у нас так повелось многих народов весеннее равноденствие считать новым годом и вот с точки зрения нью-эйдж как раз до меняется точка весеннее равноденствие уйдет в водолей то есть тоже у нас на глаза на планеты крутятся мы где-то здесь на земле живем вот какая взаимосвязь с этим сменяется меняется эпоха и вот этот текст я написал к эпохе любви тела и сборки эпоха меняется кардинальным образом и это сопоставимо с событиями которые были наверно не там кто-то сравнивает это там с концом средневековья кто-то сравнивать с рождением христианства или ислама я считаю что кончается глобальный цикл который в принципе соответствует эпохи рыб в чем-то так называемый да ну да символ христианство рыба была правильно я называю железным веком а культуролог ясперс называл эту эпоху осевым временем она не связана только с христианством или только западной цивилизации ясперс считал что осевое время наступило начиная где-то от 800 года до нашей эры до 200 года до нашей эры одномоментно самых разных странах от китая до западной европы появились пророки и появились философы в греции пророки в израиле мудрецы в китае в иране и все в принципе они несли некое общее знание вот на этом знании наша цивилизация благополучно просуществовала до 2020 года до эпохи карантина и вот как мы только выходим из эпохи карантина вот тут я уже как человек интуитивист да говорю что эпоха то это ваша закончилась она может еще продержаться в каких-то странах какое-то время прошлый прошлый эпоха прошлый который сменил осевое время так называемый бронзовый век она долго держалась в некоторых странах вот наши братья скифы они до каких годов то досидели со своей они уже пользовались уже железными предметами но философские мировоззренческие они были из той эпохи с предыдущей вот с точки зрения истории человечества осмысленной истории потому что мы плохо представляем что было в каменном веке там не было письменности в неолите то что там были прекрасные возможно цивилизации очень интересные не оставили после себя мегалиты лабиринты но что там было точно мы плохо представляем но вот что было бронзовом веке мы знать можем многие из нас ездили в египет видели пирамиды многие ездят в аркаим и какое-то представление об этой эпохе мы имеем глядя на скифские пекторали где хищники терзают травоядных вот хотя бы образное представление писал там когда человек уже освоил верховую езду да и появились эти конники почему женщины проиграли эту битву да по сути до этого был бронзовый веки больше матриархат а потом этот матриархат сменился на патриархат и было это связано с тем что как бы освоили конную езду появились садники кочевники там вот эта вся кочевая культура и ты же там описал что как бы конный век закончился когда после первой мировой войны я думаю окончательно после второй мировой войны вот тема с лошадьми да 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 сборки сборки с лошадью да этот железный век был веком веком конников веком всадников и они создали аристократическое правящее сословие коня приручили конь активно использовался людьми весь бронзовый век но в качестве теглового такого теглового элемента сборки человека с колесом и конем то есть как тяжеловозы их использовали либо для езки на колесницах мы перешли на железную тягу уже получается и дальше что что ты думаешь как это дальше я вот просто описывать этот текст это ну такая долгая трата времени я всем желающим предлагаю к нему обратиться я предлагаю встать над эпохами вот сейчас такое время редкое когда можно над эпохами встать и посмотреть вот так по птичьи да давайте попытаемся на всю историю человечества сразу редко так бывает мы стоим на полном переломе эпох потому что но это видно невооруженным глазом деньги другие их уже нет то ли они есть то ли нет вот нас научили уже в москве только пользоваться карточками я уже забыл когда в кошельке там три рубля была да а деньги же есть каким-то образом они вот существует это другая эпоха мы с тобой общаемся по видео телефонам это другая уже тоже тоже кремниево кремниево цивилизация уже не железная там есть элемент железа но там крик все все самые ценные вещи они в кремнии заселят я явно уже другой какой-то элемент таблицы менделеева на наших глазах меняются отношения вообще к мировому порядку к тому что мы называли государством длительное время к процессам взаимоотношения различных сфер экономики тоже связано с культурой связано с какими-то духовными прорывами людей я огромное встречая количество групп церквей на просторах интернета и вообще и в жизни которые утверждают что сейчас мы переходим в пятое измерение что вибрации земли повышаются что люди становятся другими на глазах что дети становятся другим но тут тоже не поспоришь здесь дети явно становятся другими чем чем мы там или на наши родители происходит событийность невероятно увеличивается мы живем с тобой в нескольких уже технологических укладах а раньше люди жили в одном технологическом укладе жили сотни пока поколений подряд то есть даже можно утверждать до посинение что ничего не меняется но совершенно ясно что меняется все перед нами стоит совершенно новый мир и я предложил в этом тексте разделить как раз вот эти три времени три эпохи на бронзовый век у которого было свое мировоззрение оригинальное и свой гендерный порядок тогда действительно был матриархат совершенно верно ты сказал а потом был железный век век патриархата вверх вверх такой мужской доминации с одной стороны всадников аристократов которые везде правили тоже одновременно и создали вот эти аристократические роды верховные касты к шатре и соперничать людей которые с ними соперничали тоже другая каста каста жрецов броминов философов сейчас этот порядок закончился также как когда-то закончился бронзовый век он заканчивается тоже в катастрофах в ужасах потому что железный век кончается не сегодня он начал кончаться по нашему представлению в 1917 году когда произошла великая октябрьская стилистическая революция ее можно сравнить по параметрам мировой истории с реформами фараона ихнатона который проклял всех старых египетских богов объявил монотеизм единобожие и его родственник или ученик моисей моисей это такое как бы мос у них там тутмос сын сын как бы сын сыновнее определение от какого-то бога да моисей этот монотеизм понес уже дальше к семитским народам к иудеям о чем большое количество есть литературы и так далее это было революционное событие для бронзового века до этой эпохи никогда не было вообще представления что бог может быть один без жены без детей даже что же это за бог появляется новое мировоззрение которое в ближайшие там пару тысяч лет будет господствующим так понимаю и в 1917 году когда произошла великая октябрьская революция она сравнимо на мой взгляд то что то что сделал товарищ ленин вместе с примкнувший к нему партии левых эсеров то есть большевики левых эсеров семнадцатом году то что они совершили это совы сопоставимо с эпохой эхнатона эпоха эхнатона началась раньше времени то есть это был такой первый предупредительный выстрел потому что еще очень долго человечество жило по порядкам бронзового века были политеистические боги вон на руси и продержались почти до до тысячного года да ну или там до конца десятого века арабы сколько держались у них же был раньше бог ну аллах была его жена аллат солнечной солярной богини потом моисею моисея уже последователь пророк мухаммед он повторил фактически фразу которая была в гимне в стеле найдена в стеле эхнатона у бога не сотоварищей знаменитая фраза но первую ее произнес их на тон еще когда это было то есть я могу сказать что порядок новый будет идти постепенно скачками он уже идет он идет через огромную кровь весь двадцатый век это век катастроф крови каких-то кошмаров просто но именно сейчас начале двадцать первого века этот порядок постепенно приходит в ползает разными частями разными кусками в разные страны мира и то что происходит в америке это на самом деле продолжение тех событий на основные идеи это нового порядка вот на твой взгляд что это что это несет если да понятно монотеизм появился еще иди на боже а сейчас что он будет на мой взгляд новый порядок новая эпоха которая новая я сравню с астрономическими эпохами конечно же это жить в этой эпохе нам и нашим потомкам придется долго несколько тысяч лет надо приготовиться и как бы надо бодро в эту эпоху входить в значительной степени это будет отрицанием всех порядков которые были предыдущим осевом времени в железном веке и с некой такой симпатией и с некой параллельностью к тому что было в бронзовом веке я не могу сказать что новый бронзовый век начнется но что-то оттуда к нам явно приедет что это некий цикл да цикл новый да цикл лично параллельность это как там мужчина и женщина там белый и воля сейчас значительной степени на наших глазах происходит пробуждение женского самых разных формах начало этому подали как раз как ни странно в россии до в семнадцатом году реформы об освобождении женщины и прав женщин это сейчас мы привыкли к этому но сто лет назад это было настолько неслыхано потому что женщин ни в каких странах не имели там за счету не избирательного права не имущественно это все дала советская власть сначала народом россии а потом народом планеты освобождение востока появились то есть это и по эта эпоха тоже начинается и идет под знаком пробуждения женского зачастую это приобретать карикатурные формы как на западе то есть вот этот феминизм очень своеобразный там идея о том что тот кто чувствует себя женщиной тот и женщина то есть вот это трансгендеры хоростман которым они там замучили всех такие вообще богатых женщин да 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 но это просто я считаю что этом надо относиться спокойно эти гротесные элементы уйдут постепенно роль женщины будет оформлена и она она будет гораздо более значительно чем предыдущие эпохи которые мы знали то есть будет ли это эпохой матриархата может быть значительной степени но я думаю это будет сложная система как и матриархат был достаточно сложной системой я так понимаю женщины больше культовую часть занимали там это имелось ввиду они как бы жрицы да были то есть доминирующие но они считалось и считается историками разных религий что женщина лучше камлаят шамана считает до сих пор что сама женщина шаман лучше камлаят чем мужчина то есть что мужчине надо чтобы в иные миры прилететь надо гриб грибочков покушать там водочки выпить а женщина она раз и все в транс входит у нее эти способности как я это называю сборка с иными мирами да они у нее у женщины в сердце и они у нее органичны мужчине чтобы до иных миров допрыгнуть мужчине надо извернуться до или как-то войти в какое-то специальное состояние зачастую с помощью психотропных средств но женщины очень долго долгие времена были жрицами и вот висталки время пили пифе в грец или есть удаганки в якутии до сих пор женщины шаманы это воспоминание об этих временах но у нас сатана у нартов это же культа культовая женщина которая создала этот мир нартов они же все из ее небесного зеркала фактически выросли а что кроме матриархата в новом времени нам ждать громче говори кроме матриархата что еще ждать в этом новом времени здесь у человечества есть развилка она очень важна она сейчас происходит на западе и на востоке по какому пути человечеству пойти возможно человечество пойдет сразу по нескольким путям потому что новая эпоха она будет характеризоваться тем что тут не будет одного пути как как в железном веке там был один путь один монотеизм один райх один фюрер тогда один жрец один платон и вот так они проходили строем ну как они наши предки мучили мучили предков основная идея железного века была ее сформулировали жрецы и философы что сборки с именными мирами не нужно вообще никакой что человек сам по себе велик прекрасен он хозяин природы пришли к этому постепенно но тоже рывками но объявили о том что вот мы закрываемся ото всех и создаем здесь свою вот такую цитадель человеческого поэтому люди закрылись от природы от биосферы и воспринимали ее как враждебную хищническую среду если бронзовом веке все боги имели звериные лица и там просветал тотемизм собственно говоря и звериный стиль как у скифов то в железном веке бог сначала отец потом человек сам бог и закрывает человек закрывается человек закрывается а природа уничтожает это как вот я смотрю в музее востока множество таких каких-то ковров где персидский шахт убивает сразу там сто тысяч зверей как бы ходит и убивает и природу действительно практически очень серьезно уничтожили за эти мы же стали знать и победить природу правильно мы же кабинет природы победили ее да что что дальше сейчас мы на развалинок этой природы находимся гибнут ежемесячно ежегодно гибнут там какие-то тысячи видов живой природы просто уже запущено такое колесо а второй аспект это закрытие вообще-то иных миров любых и здесь было конечно тема преследования именно женского было в том что у женщины продолжали общаться с иными мирами с этими зверями с существами тонкого мира и все эти претензии мужчин жрецов как раз они описаны в таком замечательном тексте как молот молот-ведьм да за что их убивать за то что они общаются с инкубами с суккубами с дьяволом который там с люцифером но люцифер это кто это планета венера этого момента кстати тоже многие не знают да что люцифер это это не мужской какой-то это планета почему почему пентаграмма перевернута потому что планета венера движется в другую ото всех планет сторону у них у нее вместо северного полюса южный об этом уже знали жрицы бронзового века то есть это было известно до как бы еще до того как условно говоря галилей свой телескоп изобрел очередной или тихо браги конечно же это была демонизация всего женского и именно попытки сборки с иными мирами сейчас когда стало ясно что человек уже не тянет концу двадцатого века что человек уже не может сам по себе вот так существовать с одной стороны он всех победил с другой стороны и дальше побеждать уже нет кого ну а что дальше это делать есть идея вернуться к теме сборки с чем-то иным но это само и происходит вот западная цивилизация сборка с машиной они же эти андроиды биороботы у них тоже был мировоззренческий выбор это происходило во времена рузвельта у них как раз во многом под влиянием революции в ссср они провозгласили новый век свой и у него было два вице-президент самых известных у рузвельта уоллес один ученик рериха который предлагал как раз пойти на сборку с духовными вот этими мирами существами начать строить духовное человечество а другой вице-президент который стал позже президентом это труман который создал рэнд корпорейшн куда собрал всех ведущих физиков кибернетиков и вообще вложился в кибернетику который запустил вот эту сборку фактически при трумане это произошло сборку с машиной с техникой и тогда был придуман мир в котором мы живем сейчас мир смартфонов мир компьютеров мир биржевых финансовых технологий блокчейна это все придумано было в конце сороковых начале 50-х годов вот американскими гениями гибернетики это идея сборки с машиной да что человек не справляется не справился он не смог преодолеть стихию страданий он не смог победить смерть если раньше смерть проблема смерти не стояла очень остров при бронзовом веке потому что за счет сборки с тотемом ну ты смерть не видишь ты как бы через зверя или там через жрицу через шамана видишь богов предков напрямую для тебя смерть не страшна это не не есть событие для тебя какое-то чудовищное поэтому пирамиды строили там десятилетиями курганы сыпали там годами для царей смерть не была чем-то страшным вот смерть становится чем-то страшным и чужим именно в эпоху осевого времени железного века и но человек сам со смертью со страданием справиться не мог даже не при каких обстоятельствах там как бы он мог прогреметь как сократ который выпил чашу яда на дло всем или как японский самурай который когда надо выбирать между жизнью и смертью он выбирал смерть он он гремел на весь мир звенел от этих слов или как нарты когда им бог сказал что вы как бы выбираете жизнь и худое потомство либо смерть и вообще без потомство они просто долгая жизнь либо славная смерть им поставили величественные люди это прекрасные подвиги но не все могли это тянуть и и в итоге человек не вытянул вот 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 эту высокую ноту да и запад и вообще западная философия структурализм постмодернизм они выбрали эту дорогу сборки с машинами осознанно и сейчас на наших глазах это и происходит и все технологи все пророки западные цивилизации говорят об одном что будет сборка стана роботами слушай но какого-то другого альтернативной картины будущего даже нет даже обратим внимание на художественные фильмы фантастические да то есть вся фантастика это все сборка с машинами это все киборги это все какие-то другими это киберпанк да и это все апокалипсис на самом деле нет никакой даже 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 в фантастики в литературе какой-то альтернативы не видно этому всему ты не обращал внимание но самый самый главный человек это уже такой новый пророк даже не пророк новый как бы человек бог этого времени это конечно терминатор в роли арнольда шварценеггера он настолько всем запомнился и он полу ну киборг там полу с одной стороны мы знали его как актера железного армии с другой стороны он уже на той стороне и вот эти пророчества техно революции это уже не пророчества это уже факты которые становятся явью это это уже происходит на наших глазах и на мой взгляд конечно мы все ждем нового века эта сборка с машиной чрезмерно она как бы уводит нас от главного она опять ставит акцент на человеческом мозге на вот этой причинно-следственной связи который был основным методом постижение мира предыдущей эпохи в осевое время на идее вот декарта мысли следовательно существую но на самом деле человек люди всегда искали истину не только потому что они там думали или потому что у них там мозги есть или там не ироны головного мозга люди зачастую искали истину самыми разными способами том числе через опыт например или через медитацию или некоторые знали как летают птицы там они могли узнать истину таким образом а русские так у русских если их вспомнить какое основное пожелание русского человека его сформулировал сергей радонежский знать все не уча то есть это прямое постижение постижение мира без посредства логики вот эта часть как бы сборки ценными мирами сейчас на мой взгляд очень плохо востребовано конечно же сейчас как я опять уже говорю я фиксирую множество предприятий церквей там каких-то там ведьм в контакте и огромных расстановщиков которые вот пытаются цивилизацию все-таки вывести на какой-то другой путь не машинной сборки а сборки пытается опять опять выйти на эти все техники да то есть опять выйти соединить человека с этим таким абстрактным так скажем даст тонкоматериальным я еще живу что вот еще очень хочется добавить твоим словам да почему 20 20 век на ждал вход в этот новый мир потому что появилась то квантовая физика да то есть раньше предел материи это был электрон как бы понятно в материальном мире где существует конечная точка в виде электрона ничего не существует и везде только материализм был до такой махровый как только электрон ощупили увидели там все эти вещи квантовые запутанности и все прочее да какие-то странные поведения то материя то волна то свету еще что-то там ведет себя ведут себя и частиц то стало непонятным и стала понятна роль сознания воздействующего на материю ведь до этого невозможно было объяснить как сознание может воздействовать да сейчас как-то более-менее понятно и структурировано то есть под это уже научный базис есть мне вот кажется знаешь вот то что сейчас говоришь это вот если раньше вся философия она жена она жена к на физической картине мира объективной какой-то строится то есть было какая-то в античное время на картина мира физической объективной да там евквидова геометрия вот и соответствующая была философия на ней построенная потом появилась это ньютоновская какая-то там физика, да? Соответственно, и философия вся европейская, поздняя. А сейчас появилась квантовая физика, но философии, которая уже объясняет картину мира, уже апеллируя к новой вот этой физике, еще нету, мне кажется. Как ты считаешь? Вот она очень похожа, вот про то, что ты сейчас говоришь. Другие миры и все остальное. Они же там пытаются разгнать андромный коллайдер, всякие бозоны там вытягивают, еще что-то, частицы новые из потусторонних хайров. Да. И современная физика, она полностью на нашей стороне. Они просто уже построили новый мир. Теория мультивселенных, веретта, да, теория суперструн, это теории, которые... Слушай, ну 11 пространственных измерений, я читал там вот эту Нобелевскую премию, человек получил, они спорили, лет 20 шла широкая дискуссия. И дискуссия строилась вокруг того, 10 пространственных измерений существует или 11. И вот там 20-30 лет шла эта научная дискуссия, и он потом математически доказал, что все-таки 11, а не 10, пространственных измерений. Есть идея, что 26, но возможно это непредельное число. Я хочу сказать, зачем этот текст вообще я написал. Вот наша группа интеллектуальная, Новые Скифы, да, писатели, философы, там, художники, которые собрались, ну, здесь в России собираются на обсуждение как раз контуров будущей цивилизации. У нас-то идея всегда такая была, что, да, старый мир закончен, но тот путь, который идет к западу, ну, куда ныряют западные мысли, тащит все человечество за собой, вот что-то обидно. Ладно бы они сами только этим занимались, они всех тащат за собой. Этот путь не то, что тупиковый, он ничего не дает для человека, вот, для самого. Человек просто в машине растворяется, хотя во многом он лишится страданий, потому что, ну, там, машина не страдает, да, допустим. Но он и лишится эмоций, эти эмоции ничего не будут стоить, как в современном мире ничего не стоит уже культурной ценности. Стать биороботом, я думаю, не велика заслуга, понимаешь ли, оцифровать себя сознанием, и загнать себя в интернет в виде, там, я не знаю, цифрового Алана или цифрового Павла. Ну, это да. Да, и в Китае же они уже берут журналистов на работу, искусственный интеллект, чтобы они статьи шлепали или там картины шлепали. Они рисуют, они берут из банка данных, там что-то дорисовывают и как бы показывают и так далее. Но для чего мы все собирались-то, для чего люди были созданы, в чем миссия человека с точки зрения Творца? Мы считаем, что необходимо причем не каким-то уже не кулуарным образом, не с точки зрения кружка вот этих любителей природы или любителей матриархата, а с точки зрения большого, возможно, международного всепланетного течения утверждать иные ценности. Вот я называю западную цивилизацию цивилизацию мозгов, с огромным вниманием на проблему головного мозга. Но мы-то помним, какой орган отвечал зачастую у людей за действительно, за настоящие подлинные контакты со всей Вселенной с космосом. Это, конечно же, сердце, ритмическая часть нашего организма, ритмы которого вполне, через ритмы которого вполне можно и делается постижение космоса напрямую. ритмов космоса, ритмов галактики, ритмов солнечной системы, ритмов всей Вселенной. И здесь, конечно же, ты совершенно прав, квантовая физика – это то, чего мы ждем, подлинной квантовой революции, потому что она обращается напрямую не к, действительно, не к атомным частицам, а к субатомным частицам, которые нам показывают очень правильную вещь. Это тема суперпозиции, суперпозиция – это нахождение частиц сразу в нескольких состояниях, на максимальное количество территорий, потому что частицы в разных состояниях, вообще в разной части Вселенной, но она будет мгновенно передавать информацию другой частиц. И поскольку этот духовный космос, который рядом с нами, его в свое время пытался описать, предвосхитить величайший философ и математик Лебниц, который написал «Монадологию», вот он написал, что монады – это настолько мельчайшие частицы, но которые имеют духовное основание. Так вот, вот эти миры, которые сейчас открывает новейшая физика, это миры, ну и фотоны, фотоны света, да, гравитоны, мельчайшие частицы гравитации, или еще не открытые хронотроны, это частицы времени, вот эти кристаллы времени, они создают причудливые самые разные композиции и формируют, собственно говоря, миры. Вот общение с ними, с этими существами, с этими империями, с этими созданиями, оно открывает перед человеком настолько невероятно возможности и перспективы, что здесь отменяется и страдание. Почему страдать, когда человек может создавать целые вселенные через вот эти сердечные техники. И здесь, конечно, квантовая революция, она, возможно, откроет, я считаю, что она должна открыть совершенно новые возможности постижения мира через сердце, через его сердечные ритмы, сердечные возможности, и появятся новые девайсы, совершенно, потому что смартфон – это девайс для мозга, а где лавфоны для сердца? Только с помощью сердца можно постигнуть как бы через симпатии, через симпатии, через любовь различных элементов, различных звезд, зверей. Об этом писали и философы, и древние пророки, что мир держится и существует через взаимные симпатии, разных частей космоса. То есть, как раньше, любовь богов, боги, богини. Да, 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 птица Малиновка связана, вот пишет Агриппан и Тезгейский, там, созвездием паруса. Как она связана? Вот с точки зрения головного мозга это понять невозможно. Ни головного мозга Малиновки, ни головного мозга человека, да. Как там связана утренняя звезда с племенем бедуинов, которые ему поклоняются до сих пор, там, в браке Ислама, там, в этой, посреди Сахары. С точки зрения головного мозга это никак объяснить, и причинно-следственные связи, ни один Шерлок Холмс это описать не сможет, как эти вещи происходят. А они происходят, благодаря, там, правильной молитве к отренней звезде, они находят источник посреди пустыни, условно говоря. И вот вся Вселенная пронизана этими связями, этой любовью, поэтому я и назвал этот проект эпохой любви. То есть сборка не с машины, а сборка через сердце, объяснить нашему мозгу, который, ну, важный элемент, но не главный в нашем организме, объяснить с помощью сердца законы природы, законы мира, и тогда, возможно, не надо будет вот на огромных кастрюльных банках космических кораблей лететь в космическое пространство с черепашьей скоростью. Можно будет постигать космос напрямую таким телепатическим сердечным образом и с помощью новейших квантовых девайсов, которые, я надеюсь, тоже скоро появятся. Это уже будет... Предлагают... Какие девайсы квантовые? Ну, наверное, камевоизжору будет легче продавать там с помощью квантовых механизмов какие-то шампуни. Да ни черта подобного. С помощью квантового компьютера можно сломать вот эту цифровую систему цифрового концлагеря за пять минут. Все замклинированы цифровые. Никто не знает, даже для чего можно применить эти мощности квантовых компьютеров. А вот мы предлагаем эти мощности квантового компьютера пустить на то, чтобы через сердечный орган, ну и через человеческий организм связаться со всей Вселенной таким образом. Вот такой простой план. но мы же не одиноки, с нами одновременно работают параллельно множество организаций, фирм, духовных орденов, которые мыслят в эту же сторону. Надо всех объединить, собрать и эпоху любви провозгласить. Такой план. Да, я что хочу. Вот, дорогие друзья, наверное, общество-то человечество стоит на развилке, но выбор-то еще не сделан. И правильно говорит, мы должны предложить свой вариант развития будущего. На сегодняшний день никто же у нас в России и мы примкнуть должны кому-то, либо там китайский концлагерь, либо какой-то англосаксовский концлагерь. Либо европейский концлагерь, либо китайский концлагерь. Ну да, даже не европейский, а американский, потому что технологии есть либо у американцев, либо у китайцев. У европейцев тоже своих нет, там чужие технологии у них по большому счету. То есть вот этот технологический какой-то такой концлагерь нас погрузит. Вот ты сейчас предлагаешь вообще альтернативу, которую, ну, вообще она не обсуждается. ее как бы нету даже ее даже нету в культуре я бы так сказал, понимаешь, нету кинематографа на эту тему, я не читал особо книг каких-то на эту тему ты понимаешь, что это вообще? нас лишили альтернативы подобной и как бы сейчас в короткое время вот на самом деле, оно же не такое большое, да, у нас же мало времени-то осталось вот эта цивилизация, которая выстраивается, да, техногенная как ты говоришь, да если высший разум представить, что он существует, то я думаю, что в его планы не входит превращение это все в планету железяка я так думаю ну вот я рассчитываю на квантовую революцию потому что квантовый компьютер даже он как бы исходит из того, что обычный наш компьютер, по которому мы с тобой общаемся по видео он работает на системе двух цифр, 0 и 1 а квантовый компьютер работает на системе, что одновременно бит и 0 и 1 одновременно то есть вот это очень русская вещь-то вообще код Шрёдингера, я думаю, он персонаж русской сказки то ли жив, то ли мертв то ли было, то ли не было то ли карантин, то ли свобода там и так далее вот наш-то народ прекрасно разбирается в хитросплетении квантового мира и живет квантовое сознание это органично для всех народов Евразии у нас нет вот этой квадратного мышления цифрового и я думаю, квантовая революция почему ее обещает нам квантовый компьютер каждый год, что вот он выйдет вот он выйдет, как термоядерный синтез практически я думаю, что и то и другое тормозят правители мира сего потому что смерть наступит Кащеево царство сразу по поводу термоядерного синтеза один физик-ядерщик общался с ним он именно всю жизнь занимается и там уже очень старый человек и он говорит идея этих термоядерного синтеза появилась еще давным-давно в 60-е годы ну тогда же первый вопрос говорит сделать этот процесс как бы да можно то есть синтез в лабораторных условиях а сделать реактор сам там в чем проблема там температура внутри где происходит этот процесс так как температура на солнце порядка там 20-25 тысяч градусов и он говорит я вам сделаю хоть завтра этот прибор дайте мне материал из которого можно сделать самую эту рабочую камеру где должна происходить эта реакция термоядерного синтеза и вся проблема только в этом заключается нет материалов на земле которые способны выдержать такую температуру и поэтому он говорит эти все проекты по полу термоядер холодного термоядер это фантазия давай сделаем отдельную программу про термоядерный синтез у меня большое количество тоже информации я фанат как раз термоядерного синтеза я думаю он решит все проблемы человечества с энергией он бы решил очень большая тема возможно надо будет в зуме делать с каким-то специалистом потому что мы с тобой действительно мы собираем откуда-то информацию но постоянно этими вопросами не занимаемся здесь мы как бы как раз я думаю подошли подошли с тобой к теме вот что делать практически люди нас спросят наши братья друзья пока ничего не спрашивают даже не комментируют понимаешь меня поражают я когда с тобой у меня эфир людям даже спросить нечего молчат вы задайте какие-нибудь вопросы хотя бы дорогие друзья потому как будто сами с собой общаемся ну вроде темы-то они вообще нас видят потому что был предыдущий эфир с Шевцовым и там нейросети работали вместо наших лиц да нет тут нормально все все в порядке написано нет ну конечно мы выдаем совершенно новую информацию и вот я помню женщина писала после каких-то эфиров наших с тобой что мы даем информацию там из будущего времени там как гости из будущего те вещи которые не принято обсуждать у нас привыкли за последние на самом деле на самом деле может быть так и есть гости из будущего для того чтобы сделать выбор понимаешь если вот это же по всей этой квантовой теории прошлое и будущее одномоментно существует конечно да в каком-то пространстве соответственно есть пространство вариантов то есть мы сейчас находимся на глобальной этой развилке вот к ней подошли может сейчас уже подошли либо вот сейчас ее должны будем пройти эту развилку и при неправильном выборе где-то в будущем окажется может быть кто-нибудь и захотел там да через прошлое поменять свое будущее потому что техносфера это смерть и вот это сейчас проблема терминатор хорошо она так и называется сейчас проблема терминатора А в чем проблема восстания машин? Понимаешь, что техносфера разойдет до такого, что в какой-то момент машины перехватят управление. В какой-то момент у машины появится сознание. И я таких читал исследователей, которые уверяют, что оно уже у нее есть. Просто так как у него появилось сознание, она не обозначает, что у нее есть сознание. А как бы нейронами являются все эти компьютеры, огромное количество к интернету подключено. Эти бигдаты, это все вот ее мозг такой глобальный. И она в каком-то смысле уже управляет. И здесь важная вещь как раз, что Железный век, это был, конечно, значительный век рабства. Потому что рабство существовало во всех странах мира. В России его отменили чуть ли не в 20 веке. В Америке до сих пор люди лютуют. Почему? Потому что страшное рабство было. Почему они памятники сносят? Что на них обижаться? Как их мучили? Это действительно очень тяжело. Весь 20 век, это век тотального рабства, когда люди в концлагеря, в ГУЛАГе загоняли. И поменять человеческое рабство на рабство машины, это, конечно, не очень приятная такая история. И я не враг технического прогресса. Я считаю, что очень многие технические достижения, они полезны нам. Ну, как, например, вот мы с тобой видеоэфир ведем, о чем раньше не могли мечтать. Но, конечно же, человеческое достоинство необходимо сохранить. И здесь, как бы, нужно, я думаю, сделать все, утверждая человеческое достоинство раз, а во-вторых, иной путь развития цивилизации. Он есть. И на него уже сейчас работают сотни, тысячи, может быть, миллионы людей с самыми разными проектами. Там проект Венера, там, в Америке, да, там люди многоэкологический город строят. Плестоценовый парк Сергея Зимова на Колымье, где он возрождает животных, которые были до того, как человек пришел и убил там их всех. Там бизонов в завозе там в тундру и собирается с японцами, ведет переговоры о том, чтобы мамонтов восстановить. И их восстановят постепенно. Это долг человечества. Все уничтоженные, уничтожены всех животных, восстановить со временем. То есть сейчас новая эпоха, она ставит перед выбором, но она открывает огромные творческие возможности. В том числе с помощью технических достижений, там, будущей квантовой революции, технической революции, которые произошли. Но действительно человек должен войти в нее творцом, открытым, всем сердцем. И тут, конечно, очень важна роль женщины, которая тоже неожиданно сейчас возвращается в человеческую историю. Женщин-то не было три тысячи лет. Забывают об этом, потому что женщины были таким сословием, которое не имело, имело очень мало прав. А в некоторых странах не имело никаких. В некоторых не имеет никаких вообще. До сих пор. Вот я ездил по Пакистану, в свое время очень много в Афганистане. Там женщин ты не увидишь, у тебя складывается, ты проедешь там три тысячи километров, да, или там сколько, и видишь только мужчин и детей. У тебя складывается сюрреалистическое такое ощущение, что а как они без женщин живут и размножаются. Но дело в том, что именно, я думаю, активное участие женщин в новой эпохе, оно сможет нас как бы сохранить от этого машинного рабства, потому что женщина самой природы, она формирует органические связи, органические цепочки. Она, во-первых, рождает нового человека, да, во-вторых, у нее есть сверхспособности, естественно, в том числе и сердечные, и там, исходя просто из особенностей ее организма, да, по... мирам. Вот и само время нас диктует к открытости иным мирам. И здесь роль женщины, конечно же, будет важнейшей. Она должна человечество вывести из этого очень нехорошего состояния, в которое человечество сейчас угодило. Человечество достигло потолка в Железном веке и как бы и приуныло, не знает, куда идти, и во все тяжкие сейчас бросается, сходит с ума, пытается объединиться с машиной, с умным пылесосом, с умными обоями. И как бы, по сути, это путь в никуда. А вот с помощью... Вот я думаю, женщина должна какариадно вывести нас из этого лабиринта. И здесь, обращаясь к нашим дорогим сестрам, которые смотрят нас сегодня, ваша роль будет, возможно, саморешающей в этой новой революции сердца, о которой мы сегодня с Аланом говорим. Да. Мне вот просто интересно, когда ты думаешь, вот как это практически будет реализовано? Вот сейчас же мы живем полностью в этой цивилизации, уже как бы сопределившимся будущим, да, там, техносфера, политический уклад, англосаксонский и все прочее. Как это должно все измениться? Я думаю, очень внимательно надо присмотреться к таким эпохам, которые были у советской власти вершинами ее достижений, да. Это 20-е годы, наверное, конец 50-х, 60-е годы. Это вершины советской власти с точки зрения их как озарения людей, которые там присутствовали, их, как бы, представления о мире, их, как бы, о жизни. И вот над Никитом Сергеевичем Крущевым смеются, но то, что он прогласил в 61-м году, что в самое ближайшее время Советский Союз должен построить коммунизм, либо он погибнет, фактически, то есть переход к новому технологическому укладу, он же говорил именно об этом, что там мы как раз основное, я читал внимательно, что они хотели в начале 60-х, то есть как раз, что человечество будет заниматься новой коммунистической человечеством, что будет оказывать друг другу услуги, то есть как раз уже тогда говорили, что работать будто роботы. Это предлагалось сделать там за 20-30 лет, поскольку не смогли этот рывок сделать, не смогли сами перейти на технологический уклад, это сделали западные люди по совершенно другим лекалам. И так или иначе, те тезисы, которые провозгласила октябрьская революция, это социальная справедливость, это как бы выход человека в космос, это тоже сборки с иными мирами, это права женщин в том числе и новая роль женщины в обществе, это идея вот эта, на которой все смеялись, от каждого по способностям, по каждому по потребностям, но Запад пришел к этому, это безусловный базовый доход называется, людям платить за то, что они существуют. Да нет, о том, что технически уже человечество подошло к возможности этого коммунизма, это даже не обсуждается уже. Посмотрите на многие... Но нас-то хотят от этого коммунизма отодвинуть, мы только наконец-то дошли всеми тропами к этому. Потому что мы периферия этого мира. Он же понимает, все же прелести находятся в ядре этого мира, даже коммунистического либо капиталистического. Мы периферия. Мы периферия от этого ото-капитализма, даже не назову какого-то капитализма. К сожалению, после 91-го года у нас к власти пришли преступники, которые мало того, что развалили Советский Союз, они пообещали нам, что благодаря сборке с Западом мы сможем попасть в новый технологический уклад, но мы попали на совершенно рабских, безобразных основаниях, как ресурсная просто какая-то приставка. Сыревая, сыревая. Они просто хотели себе покупить место в элите в Западной. Они на самом деле не про всех говорили, про себя конкретно, я так думаю. И себе конкретно хотели выторговать какое-то место. Но многим же удалось, переехали там в Лондон. Но Горбачев до сих пор живет. Я думаю, как раз Горбачев живет с помощью наличных медицинских технологий. Иначе ничем объяснить это невозможно. Его как просто, как человека, который совершил страшный подвиг в глазах Запада, как мальчиша-плохиша, кормят фирменным печеньем, вареньем специальным таким, как королева Елизавета, живет же еще, может, и лет сто прожить, если на нее так посмотреть. Я думаю, так же и Горбачев. То есть появляются новые медицинские технологии, которые позволят людям жить гораздо дольше, чем сейчас. А я думаю, знаешь, просто Горбачева держат живым, я же каждое утро молюсь за его здоровье, чтобы он дожил до того момента, когда мы его казним на Красной площади. Он должен дожить до этого дня. Понимаешь? Вот смотри, я все же... Когда его осудят народ и казнят его на Красной площади за все его преступления. Как человек, который прислушивается внимательно к космическому ритму, я все же верю в знаки, верю в пророчества. Все пророчества 19-20 века утверждают, что человечество спасется из России и с помощью как раз пробуждения женского, пробуждения сердечного. То есть об этом говорили софиологи наши великие, начинать с Владимира Соловьева. Не хорошего Владимира Соловьева, не того, про которого по телевизору показывают, а такого философа прекрасного. Фатимское пророчество в Португалии в 1917 году, где детям являлось на протяжении нескольких месяцев Дева Мария говорила, что через ее непорочное сердце, через Россию мир станет другим, мир изменится на других основаниях. Таких пророчеств множество, они происходят до сих пор, они как бы преобразуют, постоянно воспроизводятся, и они говорят о том, что, конечно же, возрождение будет из России. К тому же здесь эта традиция никогда не заканчивается. В самом пекле Великой Отечественной войны, самой страшной войны, которую переживали народы нашей страны, возник из ниоткуда культ Родины Матери. Ну, это возвращение, конечно же, к очень древним временам, чуть ли не скифским. Тамирис. Да, Тамирис. Памятник Вучетича, который стоит в Волгограде, на месте памятника Сталина он построен. На месте памятника отца поставил народ памятник матери с мечом. Ну, если вспомнить как раз и прототип, то как раз это Тамирис, скифская богиня, скифская царица, Афсин, госпожа, которая мстила за своего сына убитого, царем Киром, и на мифической реке она разгромила огромную персидскую армию, которые бились как раз под правосторонними свастиками, что интересно. Это тоже возвращение циклов. И вот эта Тамирис, она вернулась, и она показала, и это главный памятник нашей страны, это совершенно точно. Если там на Западе это памятник Статуя Свободы, то у нас Кибелая, Кибелая. И я вижу в том, что этот культ так или иначе в России существует у самых разных групп, там у военных, там у воров, там культ матери, у... Просто у людей у нас все-таки это говорит о том, что через вот мы через образ родины матери люди приобщаются, это как элемент сборки вот с этой небесной России, они приобщаются, видят свою страну святой действительно. И если этот культ сделать более каким-то рациональным, что ли, то я думаю, это единственное, что может сплатить наше общество. Там и чиновников, и народ, и там, и армию, и женщин, да. Потому что как можно обманывать мать? Вот чиновнику, допустим, если у него портрет родины матери висит. И его спросят, и как мог маму-то обмануть? А как можно матери лгать, да, вот по логике вещи? У нас родина-мать, это как вот в древнем Египте, где тоже был матриархат, конечно. Это как маат, это крылатая справедливость, которая летит над фараоном и попробует и его, ты там обмани народ или там, или богов. Она немедленно карает, но с другой стороны она тебе дает все, если ты по справедливости живешь. Потому что справедливость у нас правда, это тоже женского рода, это примерно одно и то же. Это тоже соответственно, мы об этом говорили с тобой. Это тоже, это просто два крыла родины матери, на котором она стоит. Я думаю, возвращение вот подобных культов, возвращение подобных практик и формирование будущей российской конституции, не той вот, которую мы что-то будем с ней делать, на таких принципах оно изменит ситуацию в России очень быстро, органично и изменить ситуацию в мире. Потому что по традиции все на Россию смотрят со времен Октябрьской революции как на страну, которая должна дать альтернативу. Даже когда ничего здесь нет, все равно все думают, а вот все-таки в России зажгется вот этот огонь, свет с Востока, который весь мир выведет из этого кретинского, идиотского состояния, куда мы все попали. Вышли из одной тюрьмы попали в другую. И как бы людям надоело сидеть в тюрьме, сидеть в карантине глобально, в Платоновской пещере с закованными, в оковы, в гулагах. Человечество насиделось уже. Человечество хочет активной творческой жизни, живой. И я думаю, как раз мы не должны России показать этот свет, этот огонь на курганах. И вот наши движения Новые Скифы, мы как бы этот огонь зажигаем, показываем, начинаем бить во все колокола и дуть во все горные. Такой план. У нас тоже такое предсказание есть, что придет время, и огонь загорится на Азской горе, и все будет хорошо. Кавказ, как бы это есть, эти Азские горы. То есть везде говорится про огонь, не про то, что что-то отсюда пойдет именно с территории России на самом деле. Давай тогда на этом завершим. Дорогие друзья, я ссылку поставлю под видео. Прочтите статью Павла, она такая монументальная, я бы сказал, концептуальная очень. Я сам ее уже пару раз прочел, надо осмысливать. Поэтому всем очень рекомендую. И на самом деле время меняется, причем меняется не просто время, века какие-то, меняется эпоха. И то от того, какая будет последующая эпоха, какой мы путь выберем в таком времени, в таком будущем и жить уже нашим внукам, правнукам и прочему потомству. А пока спасибо. Ответственность за выбор лежит на нас. На них мы и закончили. Я бы говорил, как раз все завершил. Давайте на этом попрощаемся с нашими друзьями. Всего доброго, дорогие друзья. Как раз сегодня пятница, женский день традиционно в России был посвящен Параскиве пятнице, а вообще Фрайде, День Фрейи, женской богине. На этом желаю всего выходных. Всего доброго, до свидания.